Заболеваемость коронавирусной инфекции в Самарской области остается высокой. Рост идет в основном в профессиональных коллективах, в том числе в транспортной сфере. Нина Потапова регулярно выходит в рейс и контактирует с большим количеством пассажиров, поэтому решила себя обезопасить с помощью прививки. Вакцинацию перевозчик организовал на рабочем месте, выездная бригада медиков с 4 утра начинает осмотр работников. Все желающие привиться от коронавируса заполняют анкеты, им измеряют температуру, давление, уровень кислорода в крови. Если нет противопоказаний, вводят первый компонент вакцины, второй через 21 день. Многие у нас делают то, чтобы не болели они, чтобы дальше не развивалось коронавирус. На автотранспортном предприятии трудится порядка 1600 человек. Из них 600 уже сделали прививку от COVID-19. Сотрудники нашего предприятия – те люди, которые непосредственно общаются с пассажирами нашего города. И поэтому вакцинация этих людей наиболее важна в данной ситуации. И поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы привить водителей и кондукторов в наше предприятие. Однако даже коллективная вакцинация не отменяет элементарных правил гигиены и безопасности. Перед выходом на линию все автобусы моют и дезинфицируют. Сотрудники пользуются антисептиками. Им также обязательно выдают маски. Водитель и кондуктор общественного транспорта должны использовать средства индивидуальной защиты в салоне и призывать к этому пассажиров, напоминают медики. Обязательно мы должны носить маску для того, чтобы был наименьший контакт распространения. Так как у нас COVID-19 передается воздушно-капельным путем, для того, чтобы меньше распространялась инфекция, нам необходимо всем носить маски. В Самарском регионе вакцинировалось около 50% взрослого населения от необходимого плана. Для создания коллективного иммунитета привиться должны 60% и выше. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава отмечают высокую контагиозность коронавируса и быстрое развитие осложненного течения в третью волну пандемии. Поэтому, вакцинируясь, каждый защищает не только себя и своих близких, но и всех окружающих от этой угрозы. Светлана Кудрявцева, События.